Здравствуйте! На прошлом уроке нам была дана функция, и мы должны были построить график производной. На этом же занятии для заданной функции мы попробуем построить график первообразный. Давайте запишем. Первообразная. Что такое первообразная? Первообразная функция – это функция, производная которой и является эта функция. Предположим, нам дана функция f . Тогда первообразной функцией f будет функция f . Что это означает? Это означает, что производная функции f , мы можем записать ее еще как f' , и она равна функции f . Что нам нужно сделать? Нам дан график вот такой функции. И нам нужно построить график функции, производной которой является эта функция f . Когда вы начнете изучать интегральное исчисление, вы увидите, что таких функций может быть множество. Но на этом уроке мы ограничимся каким-то одним возможным вариантом. Что ж, попробуем. На координатной плоскости мы строим график функции f , функции, график производной которой, выглядит вот так. Давайте размышлять, каким будет график первообразной. Итак, первый интервал от 0 и до этой точки. Эта часть графика показывает, что угловой коэффициент на этом промежутке положительный, он равен 1 и не меняется. Давайте проведем вот здесь прямую с угловым коэффициентом 1. Это должна быть возрастающая прямая. Как я уже говорила, есть множество вариантов построения первообразной функции. Пусть это будет вот такая прямая. Ее угловой коэффициент должен быть равен 1. Приблизительно так будет выглядеть первая часть графика. А дальше может быть точка разрыва, а может график быть и непрерывным. Мы можем здесь нарисовать пустой кружок, а можем и закрашенный. Пусть функция будет определена в этой точке. Закрашиваем кружок. Соответственно, если это точка разрыва, то тогда кружок должен быть пустым. Переходим ко второму интервалу. Вот здесь он заканчивается. Угловой коэффициент в этом случае также постоянный, но равен он уже минус 2. Значит, это будет убывающая прямая. Угол наклона в два раза круче, чем у предыдущей. Не будем делать точки разрыва, рисуем график непрерывной функции. Вот так приблизительно будет выглядеть эта часть графика. Угловой коэффициент здесь равен 1. Это видно из графика производной. А здесь угловой коэффициент равен минус 2. Это также видно из графика. Дальше уже интересней. Еще раз вернемся сюда. Совсем не обязательно, чтобы график функции был непрерывным. Мы могли перенести вторую часть графика вверх или вниз, сделать точку разрыва. Как я уже говорила, есть множество вариантов графика первообразной функции f . Переходим к следующему интервалу. Что происходит в этом промежутке? Угловой коэффициент сначала принимает сравнительно большое положительное значение. Оно равно 2. А потом он начинает убывать. Вот здесь он будет равен 0. А дальше угловой коэффициент становится уже отрицательным. Опять-таки мы не будем делать точки разрыва. Пусть это будет непрерывная функция. Значит, в этой точке угловой коэффициент положительный. Он равен 2. Вот так будет выглядеть угловой коэффициент 2. Далее угловой коэффициент становится все меньше, но остается положительным. В этой точке угловой коэффициент все еще положительный. А в этой точке он равен 0. На этом интервале графиком первообразной будет парабола. В этой точке угловой коэффициент принимает максимальное положительное значение. Дальше его значение становится все меньше и меньше, оставаясь положительным. И в этой точке угловой коэффициент равен 0. И дальше угловой коэффициент становится уже отрицательным. Вот это один из возможных вариантов графика первообразной функции f на этом интервале. Попробую аккуратнее нарисовать, чтобы ветви были симметричными. Здесь и здесь угловые коэффициенты одинаковые, только с разными знаками. Вот как-то так это будет выглядеть. И, наконец, последний интервал. Здесь угловой коэффициент равен 0, и он не меняется. Опять-таки, мы можем построить график непрерывной функции, а можем и сделать разрыв. Угловой коэффициент графика функции в этом интервале равен 0. Значит, это будет прямая параллельная оси х. Мы можем провести ее здесь и сделать эту точку точкой разрыва. А можем провести ее и здесь, и сделать функцию непрерывной. Повторяю еще раз. Это всего лишь один из возможных вариантов графика первообразной функции f . Мы могли переместить любой из сегментов графика вверх или вниз. Но это все равно был бы график первообразной функции f . Также мы могли сделать функцию разрывной. Совсем не обязательно, чтобы она была непрерывной. Мы изобразили один из множества возможных вариантов графика первообразной функции f . Напоминаю, что первообразной функцией называется функция, производной которой она является. На этом все. До скорых встреч! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...